И ничуть не удивительно, что скромный Коля Рубцов, единственный поэт, о котором написали больше стихотворений, чем он сам написал, не получил при жизни ни одной литературной премии. Через 11 лет, после смерти великого Есенина в 1936 году в селе Емецк Архангельской области, в семье Михаила Адриановича Рубцова родился обычный мальчик, которого назвали Колем. Времена были непростые, гремели сталинские репрессии, да еще в 1941 году началась война. Ушел на фронт Колин отец, кадровый военный, а летом в 1942 году умерла его мама. Еще год Коля прожил сестрой, потом его забрали в детдом. По окончанию войны произошло резкое разделение детей на несчастных и счастливых. У кого родители остались на войне живы, тех забрали, у кого нет, те остались, остался и Коля Рубцов. Начитавшись книг о морских путешествиях, он мечтает стать моряком, и в неполные 14 он едет в Риг, поступать в мореходные училища. Невысокого, щуплого пацана на вид лет 11-12, разумеется, даже слушать не стали. Чтобы раздобыть билет до Вологды, где есть лесотехнический техникум с общежитием, он продает свою фуфайку. Позже его забрали в армию, где он провел 4 года на эсминце Остры. В то время его стихи впервые печатают в газете на страже Заполярье. После армии в Ленинграде он работает на Керовском заводе, сначала кочегаром, затем шахтовщиком в Копровом цехе. Сдав экстерном 9-10 класс, он поступает в Литературный институт имени Горького, который закончит только в 1969 году. В Ленинграде он начинает посещать литературное объединение, начинается рассвет его творчества, выходит первая книга лирика, затем «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосин шум» и, наконец, «Зеленые цветы». В 1968 году за заслуги в творчестве ему дали квартиру в Вологде, на улице Александра Яшина. В этой квартире 19 января 1971 года трагически оборвалась его жизнь. Поэту было всего 35 лет. Последняя книга «Зеленые цветы», которую он составил и подготовил к печати, вышла после его смерти. В годы учебы, будучи уже не первой молодостью, он отличался не только талантом, но и чудачеством. Но ему все прощалось. Преподаватели, и не только преподаватели, понимали, что перед ними не просто студент, а уже практически сформировавшийся поэт. Как-то раз он просто пропал. Вот вроде бы только что стоял на лестнице у парадного входа и пропал. Его не было больше месяца. Потом, когда вновь появился, объяснил это так. «Вы знаете, была чудесная весенняя погода. Так захотелось на родину Вологду!» И я поехал. В другой раз в библиотеке общежития пропали все портреты писателей русских классиков. Зашли в комнату Коли Рубцова, а он расставил портреты на письменном столе, наливает в рюмку водку и чокается с каждым портретом, будто так и надо. Когда забирали портреты обратно, он выпалил. Уже и выбить нельзя в хорошей компании. А компания была и вправду хорошая. Теперь к ней присоединился и сам Рубцов. Его спас ректор Серегин. Как-то в его руки попала автоэпиграмма. Возможно, я для вас в гробу мерцаю, но заявляю вам в конце концов, я, Николай Михайлович Рубцов, возможность трезвой жизни отрицаю. Ректор пригласил автора к себе. Это ваше заявление, Рубцов? Да. Это же мальчишество. Коля, иди. Серегин болел, когда вышел приказ об отчислении. Поэтому уже на следующий день его так и торопились издать. А выйдя из больницы, он собрал товарищеский суд и выяснилось, что хулиганство Рубцова заключалось в следующем. В одном из залов ЦДЛ заседали борясь с зевотой работники народного образования. Докладчик называл имена поэтов, рекомендуемых к изучению в советской школе. И вдруг раздался крик. А Есенин где? Ты почему о Есенине умолчал? По какому праву? Рубцова за известный шарфик швейцар поволок на выход. Тот пытался вырваться. Набежали свидетели, составили протокол. Вот и вся история. Ах, что я делаю, за что я мучаю, больной и маленький, свой организм. Да по какому ж такому случаю, ведь люди борются за коммунизм. Скот размножается, пшеница мелится, и все на правильном таком пути. Так замети меня, метель метелится. Ох, замети меня, ох, замети и заметет. Он был непрекаянным. Все мое детство, рассказывал Николай Михайлович тем учителям, которые его искренне любили, прошло в этом вот селе Никольском, в Вологодской области, в детском доме. После учился в двух техникумах, в лесотехническом и горном. Год работал кочегаром в Траловом флоте, потом на военном испытательном полигоне в Ленинграде. Потом пошел служить на военный флот. Четыре года служил матросом на Северном море. Потом работал на бывшем путиловском слесарем, еще кое-кем. Больше двух лет жизни на одном месте не выдерживал. Всегда тянуло в разные края. «Если меня исключили, так вы не беспокойтесь. Бог с ним. Уеду куда-нибудь на Дальний Восток или на Кавказ. Буду там карабкаться по горным кручам. Плохо, что ли? Пока могу карабкаться по скалам, до тех пор я живой и полон сил. А это главное. Да, родился я в семье значительного партийного работника. Его даже врагом народа объявили. Потом освободили. Статья о его реабилитации была помещена в районной газете. Мать не помню почти. Ничего о ней не знаю». «Тихая моя родина. Ивы, луна, соловьи. Мать моя здесь похоронена. Детские годы мои. Где же могила? Не видели? Поле до края небес. Тихо ответили жители. Каждому памятник. Крест. Тихо ответили жители. Тихо проехал обо. Купол церковной обители. Яркой травою зарос. Лица старушек землистые. Вроде могильной земли. Тоже какую-то мглистую серой травой заросли. Там, где я плавал за рыбами. Сено грибут. Сено грибут, сено грибут. Между речными изгибами вырыли люди канал. Кино теперь. Кино теперь. И болотина. Там, где купаться любишь. Тихая моя родина. Я ничего не забыл. С каждой и бою и тучей. С громом, готовым упасть. Чувствую самую лучшую, самую смертную часть. 25 декабря ректор приказывает в связи с выявленными на суде смягчающими обстоятельствами, учитывая раскаяние товарища Рубцова, восстановить его в числе студентов, объявить ему выговор с предупреждением об отчислении в случае нового нарушения общественной дисциплины. Серегин знал, какой у него учится поэт, и как важно ему доучиться. Но скоро ректор снова слег. Однажды, как рассказывают очевидцы, Николай Михайлович решил пригласить к себе на рюмочку классиков. Он снял со стен общежития портреты Пушкина, Лермонтова, Гоголя, и, собрав их у себя в комнате, стал чокаться. Ваше здоровье, Александр Сергеевич, ваше Михайлович. Утром его вынудили развесить гостей по местам, он смирился, но не переставал ворчать, не дали раз в жизни посидеть в хорошей компании. Второй раз его выгнали из литинститута в июне 64-го. Только что вышла в юности подборка его стихов, другая готовилась к публикации в журнале, и в нее входило стихотворение «Звезда полей». Он ничего не знал о своей участи. После объяснительной и очередного разбирательства Рубцову сказали, что его просто перевели на заочное. Когда один приятель заглянул к нему, уезжая на каникулы, он застал Николая Михайловича сидящим на корточках перед раскрытым чемоданом и запускающим желтого цыпленка, который как-то боком прыгал на металлических лапках и старательно клевал пол. Рубцов заливисто смеялся, хлопал руками по полу, словно отгоняя цыпленка и не заметил посетителя. Тот незаметно взял свежую машинописную книжечку Рубцова, прочитал ее целиком, и когда зашел снова к товарищу, был изумлен. Рубцов, пишет он, все еще запускал цыпленка, забыв обо всем на свете. Я окликнул его, хорош, правда, дочки везу. И он опять завел игрушку. Я уеду из этой деревни. Будет льдом покрываться река. Будут ночью поскрипывать двери. Будет грязь на дворе глубока. Мать придет и уснет без улыбки. И в затерянном сером краю, в эту ночь у берестиной зыбки, Ты оплачешь измену мою. Так зачем же, прищурив ресницей, у глухого болотного пня, С пилой клюквой, как добрую птицу, Ты с ладони кормила меня? Слышишь? Ветер шумит по сараю. Слышишь, дочка смеется во сне. Может, ангелы с нею играют, и под небо уносятся с ней. Не грусти на знобящем причале. Пароходы весною не жди. Лучше выпьем, давай на прощание, за недолгую нежность в груди. Мы с тобою, как разные птицы. Что ж нам ждать на одном берегу? Может быть, я смогу возвратиться. Может быть, никогда не смогу. Но однажды я вспомню про клюкву, Про любовь твою в сером краю, И пошлю вам чудесную куклу, Как последнюю сказку свою. Чтобы девочка, куклу качая, Никогда не сидела одна. Мама, мамочка, кукла какая! И мигает, и плачет она. Николай Рубцов. Прощальная песня. У него никогда не было денег. Он ходил в потрепанном пальтишке С нелепой справкой вместо прописки. Дана Рубцову Николаю Михайловичу В том, что он действительно проживал в селе Никольском С октября 1964 по август 1965 года. Что и заверяет Никольский сельсовет. В Москве это была Филькина грамота. И его порой забирали в милицию как бродягу. Как-то его задержали на Ярославском вокзале. Что в чемодане? Кукла. Милиционер не поверил И велел чемоданчик открыть. В нем была одна кукла. Та самая. Он очень любил свою дочку Ленку И пытался время от времени Зажить с ее мамой Генриетой Михайловной Одной семьей. Но... Ты не знаешь, говорит он ей В этой же прощальной песне Как ночью по тропам За спиною, куда не пойду Чей-то злой настигающий топот Все мне слышится, словно в бреду. Бесы его терзали Как Блока и Есенина Как Пушкина и Достоевского. Кто-то стонет на темном кладбище Кто-то глухо стучится ко мне Кто-то пристально смотрит в жилище Показавшись в полночном окне В эту пору с дороги буранной Заявился ко мне на ночлег Непонятный какой-то и странный И с чужой стороны человек. И старуха метель не случайно Как дитя голосит за углом Есть какая-то жуткая тайна В этом жалобном плаче ночном Обветшало и гнуться стропило И по лестнице шаткой во мрак Чтоб не чистую выпугнуть силу С фонарем я иду на чердак Николай Рубцов Зимняя ночь Но я смогу Но я смогу Отвечал он сам себе По доброй воле Пробить дорогу сквозь пургу В зверином поле Или вот Кто мне сказал Что во мгле заметеленной Глохнет покинутый луг Кто мне сказал Что надежды потеряны Кто это выдумал, друг В этой деревне огни не погашены Ты мне тоску не пророчь Светлыми звездами Нежно украшена Тихая зимняя ночь Он боролся Он чувствовал самую смертную связь С поруганными церквями Северной Фиваиды Он защищал кресты Колокольный звон И вечный покой Левитана Но с собою Справиться иногда не мог Я проклинаю этот Божий уголок За то, что нигде здесь не подработаешь Но проклинаю молча Чтоб не слышали здешние люди И ничего обо мне своими мозгами не думали Откуда им знать Что после нескольких Любых удачных и неудачных Написанных мной стихов Мне необходима разрядка Выпить И поблаголить Николай Рубцов Из неотправленного письма Николая Михайловича Сижу, закутавшись в пальто И спрятав ноги в огромные рваные старые валенки В одной из самых старых И самых почерневших избушек Селений Никольского Это уголок необъятный Прежде зажиточный Удалой Вологодской Руси Сегодня Особенно громко И беспрерывно Воют над крышей провода Ветер дует прямо в окна И поэтому в избе холодно И немного неуютно Но сейчас тут затопят печку И опять станет тепло и хорошо Я уже пропадаю здесь целый месяц Так как мне и окружающим меня людям По неволе приходится вмешиваться в жизнь друг друга Нет и здесь у меня уединения и покоя И почти поисчезли и здесь классические русские люди Смотреть на которых и слушать которых Одна радость и успокоение Особенно раздражает меня самое грустное на свете Сочетание старинного невежества с современной безбожностью Давно уже распространившееся здесь Он очень боялся застрять на всю зиму И слал отчаянные телеграммы в институт Уважаемые товарищи Я уже больше не работаю завклубом в Никольском Так как за длительное отсутствие потерял эту должность С ноября работаю в здешней районной газете Об этом и посылаю вам справку Неужели до сих пор не оформлен приказ о моем восстановлении? Его восстановили только 15 января Он застрял и написал стихи Которые считал для себя очень важными Когда-нибудь ужасной будет ночь И мне навстречу злобно и обидно Такой буран засвищет, что не в мочь Что станет свету белого не видно Но я пойду Я знаю наперед Что счастлив тот, хоть с ног его сбивает Кто все пройдет, когда душа ведет И выше счастья в жизни не бывает Чтоб снова силы чуждые дрожа Все полегли и долго не очнулись Чтоб в смертный час Рассудок и душа Как в этот раз Друг другу улыбнулись Николай Рубцов Кажется, он ясно видит свою последнюю ночь И когда пишет Я умру в крещенские морозы тоже Он погибнет в канун богоявления Но главное здесь все же не пророчество А решимость идти за звездой Вифлеема И надежда на примирение На упокоение метущейся души Какая глушь Я был один живой Один живой в бескрайнем мертвом поле Я шел вперед со всей силой воли Но окружал меня звериный вой И вдруг, о славный русский огонек Как уголек мерцавящий из праха Ты и меня от гибели сберег Среди снегов томительных и мрака Среди безлюдия В мерзлое стекло Я постучался мерзлой рукою И на печи, где было так тепло Отогревался, радуясь покою Отогревшись после дороги Рассказывала мама его приятеля Александра Ивановна У которой Рубцов заночевал Он читал стихи Про детство свое Когда они ребятенками осиротели И ехали в приют Про журавлей Про церкви наши, поруганные бесами И вспугнуть боюсь Так хорошо его сердечного слушать А у самой в глазах слезы А поверху слез Богородица в сиянии венца Это обручальная моя икона А Коля, будто троеперстием Так и взмахивает над столом Будто крестит свои стихи Хозяйка тупо слушала меня Уж в тусклом взгляде Жизни было мало И неподвижно сидя у огня Она совсем, казалось, задремала Что снилось ей? Весь этот белый свет Быть может, встал пред нею В том мгновении Но я глухим бренчанием монет Прервал ее старинные видения Господь с тобой Мы денег не берем Простите, что ж Желаю вам здоровья За все добро расплатимся добром За всю любовь расплатимся любовью Спасибо, скромный русский огонек За то, что ты в предчувствии тревожном Горишь для тех, кто в поле бездорожном От всех друзей отчаянно далек За то, что с доброй верой дружа Среди тревог великих и разбоя Горишь Горишь, как добрая душа Горишь во мгле И нет тебе покоя Николай Рубцов Русский огонек В сборнике звезда полей Русский огонек стоял перед самой звездой В конце Очевидно, что он и проложил ей путь Встреча с верующей русской бабушкой Могла зажечь свечу в нем самом Пробивал звезду Егор Исаев Он же писал рецензию на диплом Рубцова Рубцов защищался звездой полей Я, как заведующий редакции русской и советской поэзии Писал Георгий Александрович Был у истоков этой, прямо скажем, замечательной книги Да, она во многом об уходящем Но если Рубцов прощается То обязательно любя Он как бы печалуется любовью А если уж встречается То тоже для того, чтобы полюбить Его стихи учат чувство мучительного постоянства Звезда полей принесла Николаю Михайловичу поистине всероссийскую славу После нее ему дали, наконец, прописку В Вологодском общежитии и приняли в союз писателей Это произошло в апреле 1968-го В разгар пражской весны После которой книжка стала чуть ли не последним лучиком надежды Для всех тревожных жителей земли Погружены в томительный мороз Вокруг меня снега оцепенели Оцепенели маленькие ели Было небо темное без звезд Какая глушь! Я был один Один в бескрайне мертвом поле Вдруг тихий свет Пригрезившийся, что ли? Мелькнул в пустыне, как сторожевой Я был совсем как снежный человек Входя в избу последняя надежда И услыхал, отряхивая снег Вот печь для вас И теплая одежда Потом хозяйка слушала меня Но в тусклом взгляде Жизни было мало И неподвижность сидя у огня Она совсем казалась задремала Как много желтых снимков на руси В такой простой и бережной оправе И вдруг открылся мне и поразил Сиротский смысл семейных фотографий Огнем враждой земля полным-полна Но близких всех душа не позабудет Скажи, родимый, будет ли война? Я сказал, да нет, наверное, не будет Дай Бог, дай Бог Ведь всем не угодишь От раздора пользы не прибудет И вдруг опять Так не будет, говоришь Да нет, говорю, наверное, не будет Дай Бог, дай Бог И долго на меня она смотрела Как глухонемая И головы седой не поднимая Опять сидела тихо у огня Что снилось ей? Весь этот белый свет Быть может встал пред ней В то мгновение Но я глухим бренчанием монет Прервал ее старинное видение Господь с тобой Мы денег не берем Что ж говорю Желаю вам здоровья За все добро Расплатимся добром За всю любовь Расплатимся любовью Спасибо, скромный русский огонек За то, что ты в предчувствии тревожном Горишь для тех, кто в поле бездорожном От всех друзей отчаянно далек За то, что с доброй верой дружа Среди тревог великих и разбоя Горишь, горишь Как добрая душа Горишь в Англии И нет тебе покоя Коля Рубцов погиб Ужасная история В общем, его убила женщина, с которой он жил Поэтесс В этой деревне огни не погашены Ты мне тоску не порожь Светлыми звездами Нежно украшена Тихая зимняя ночь Светятся тихие Светятся чудные Слышится шум полы Былом Быть в пути моих Трудные, трудные Глежь и печали Мои Скромная девушка Ко мне улыбается Собья улыбщик и рад. Трудное, трудное все Забывается, светлые звезды горят. Кто мне сказал, что во мгле Звеченный глохнет покинутый луг? Кто мне сказал, что надежды потеряны? Кто это выдумал вдруг? В этой деревне огни не погашены Ты мне тоску не прочь Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь Светлыми звездами нежно украшена Светлыми звездами нежно украшена Светлыми звездами нежно украшена Тихо ответили жители Тихо проехал обоз Купол церковной обители Яркой травой зарос Там, где я плавал за рыбами Сены грибут, все навал Между речными избивыми Вырыли люди канал Тина теперь и болотина Там, где купаться любим Тихая моя родина Я ничего не забыл Новый забор перед школою Тот же зеленый простор Словно ворона веселая Сяду опять на забор Школа моя деревянная Время придет поезжать Речка за мною туманная Будет бежать и бежать С каждой избою и тучей С громом готовым упасть Чувствую самую Жгучую Самую смердную связь А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а.. Тихая моя Родина, я ничего не забыл. Прощальная песня Я уеду из этой деревни, Будет льдом покрываться рекам. Будут ночью поскрипывать двери, Будет грязь на дворе глубокам. Будут ночью поскрипывать двери, Будет грязь на дворе глубокам. Мать придет и уснет без улыбки, И в безрадостном сером краю, В эту ночь уберешься на язык, Ты оплачешь измену мою. В эту ночь уберешься на язык, Ты оплачешь измену мою. Так зачем же прищурь и присниться У глухого болотного пня, С белой клюквой, как добрую птицу, Ты с ладоней кормила меня. С белой клюквой, как добрую птицу, Ты с ладоней кормила меня. Слышишь, ветер шпит по сараю, Слышишь, дочка смеется во сне, Может, ангелы с нею играют, И под небо вносятся с ней. Не грусти, а знобящим причалем, Лучше выпьем, давай на прощанье, За недолгую нежность груди. Лучше выпьем, давай на прощанье, За недолгую нежность груди. И давай разлетимся, как птицы, Что ж нам ждать на одном берегу. Может быть, я смогу возвратиться, Может быть, никогда не смогу. Может быть, я смогу возвратиться, Может быть, никогда не смогу. Но однажды я вспомню про клюкву, Про любовь твою в сером краю, И пошлю вам чудесную куклу, Как последнюю сказку свою. И пошлю вам чудесную куклу, Как последнюю сказку свою. Что бы девочка куклу качая, Никогда не сидела одна. Мама, мамочка, кукла такая, И мигает и плачет она. Мама, мамочка, кукла такая, И мигает и плачет она. Я умру в крещенские морозы, Я умру, когда трещат березы, А весною ужас будет полный, На погост речные хлынут волны, Из моей затопленной могилы Гроб всплывет забытый и унылый, Разобьется стреском, И в потемки уплывут ужасные обломки. Сам не знаю, что это такое, Я не верю в вечности покоя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok